Глава Славинского района Роман Синеговский встретился со студентами медицинских учебных заведений. В рамках встречи обсудили проблемы районного здравоохранения, в частности, нехватки кадров и перспективы будущего сотрудничества нынешних студентов медучреждений со Славинской центральной районной больницей. На встрече присутствовали молодые славянцы, которые на сегодняшний день обучаются в Кубанском государственном медицинском университете, Славинском филиале Новороссийского медицинского колледжа. Открывая встречу, Роман Синеговский рассказал будущим медикам о состоянии дела в районном здравоохранении, какие задачи ставятся властью для повышения уровня оказания медицинских услуг. Для привлечения новых специалистов по муниципальной программе выплачиваются подъемные по 100 тысяч рублей для тех, кто приезжает работать в сельские медучреждения района. Кроме того, врачей обеспечивают жильем. Мы в Садгиганте, в хорошем месте, в центральной усадьбе, строим тоже дом для врачей, где планируем предоставить нашим очередникам 10 квартир. Там однокомнатные, двухкомнатные квартиры, новые совершенно, в новом доме. То есть мы стараемся меры поддержки, чтобы они, в принципе, были. Поэтому и здесь мы продумаем, как правильно, я думаю, мы сможем свои обязательства выполнять, там по 5, по 7, по 10 квартир в год, да, и сможем вам за это время подготовить жилой форум. В обсуждении приняли участие заместитель главы по социальным вопросам Ольга Леос, главный врач центральной районной больницы Юрий Просоленко. Он отметил, что сегодня медицина района испытывает большой кадровый голод. Отрасль здравоохранения обеспечена необходимыми специалистами лишь на 50%. Врачей всего в отрасли, ваших коллег, 305. Здесь в районе работают 305 человек, 4 кандидата в мир наук, 6 работают и заслуженных работают по здравоохранению. Всего в медицинских вузах обучается более 60 наших земляков. Глава района Роман Синеговский и главный врач Славянской центральной районной больницы Юрий Просоленко призвали студентов после получения образования приехать работать на малую родину. Некоторые будущие доктора тут же ответили согласием. Поддержка районной власти есть. Так что, как отметил Роман Синеговский, теплится надежда, что уже в скором времени коллектив славянских медиков существенно пополнится квалифицированными молодыми специалистами.